Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Приятно находиться среди вас, будущих государственных деятелей, будущих аграриев, которые будут прославлять, надеясь, не только нашу Омскую область, но и прославлять уже всю Россию. Я бы советовал молодым людям, которые сидят в этом зале, в первую очередь, иметь действительно наставника на рабочей площадке у вас, в институте. Нужно на кого-то ориентироваться и для себя определенного кумира вести. Не просто виртуально, правильно сказано в Библии, не сотвори себе кумира. Ты его не должен творить, но ты должен на кого-то равняться. Это первое. Вторая ключевая практика. Вы должны постоянно работать. У нас есть один проект по созданию центра спортивной сельской молодежи на базе нашего университета. Мы хотим, чтобы вы стали активным участником данного проекта. И мы хотим принять вас в команду, и я хочу вам преподнести маленький подарок. Я могу сказать одно. Меня уже эксплуатировали на вашем стадионе. Я уже вынужден был бежать на лыжи к пятерку. Действует ли программа сейчас помощь молодых специалистов? И на данный момент она есть на территории Органской области. Эта программа действует. На следующий год у Министерства предложение по расширению количества участников и по увеличению суммы поддержки. Так что не переживайте. Для нас сегодня ключевое вообще – это село. Вы должны понимать, что у нас два, скажем, три кита в области. Первое – это сельское хозяйство. Второе – промышленность. Ну и третье – это же, конечно, люди. И ни села, ни промышленности без людей не будет. А мы сегодня испытываем дефицит кадров, именно молодых профессиональных кадров на селе в первую очередь. Ваша предвыборная лозунг звучит «Сделать Омскую область сильной». И мы бы хотели вам в этом помочь. Именно в чем вы видите нашу помощь и поддержку? Это ваши инициативы, потому что у вас креативное уже мышление и совершенно иной взгляд. Да, у молодежи сегодняшнего дня. Это первое – инициативы. И второе – это приход во власть. Это сегодня необходимо обновлять состав системы, ну то есть правительства, глав муниципальных районов города Омска. Сегодня нужна молодежь, которая, еще раз говорю, она приходит совершенно с другими знаниями, она приходит с другими взглядами, и вот в этих двух направлениях от вас нужна, в первую очередь, помощь, на мой взгляд. Как попасть в кадровый резерв на работу в администрацию города, области или страны? Не забывайте смотреть на сайты и администрации города Омска, и правительства области, когда проводятся конкурсы по замещению той или иной вакантной должности. В разных министерствах, в разных ведомствах сегодня эта потребность есть, и такая работа проводится. Пару месяцев назад мы выдавали мне грант на развитие хозяйственского хозяйства по производству продукции и полагонства. Это мы выразили вам благодарность. А также сейчас увеличение объема продукции, например, мяса и лица в областном центре вознадлась большая проблема, а именно проблема с реализацией. Сегодня ярмарки проводит Министерство сельского хозяйства. К сожалению, когда мы стали проводить контрольные замеры, контрольные проверки по качеству поставляемых продуктов питания в школы, детские сады, больницы, пансионаты, выяснилось, что половина участников – это не наши, не омские предприятия. Это предприятия с Москвы, даже с Калининграда есть, которые поставляют нам порой некачественный и фальсифицированный продукт в наши объекты социального назначения. Поэтому здесь министерству было поручено как раз вовлечь своих производителей в конкурсную процедуру по поставкам продуктов питания для наших учреждений. Это огромный рынок потреблений. Вот туда заход. Вы сказали о том, как важен спорт, как молодые, студенты, но не расписали про себя ничего. Скажите, пожалуйста, как же спорт, ну, какую роль спорт взял в нашей жизни? Я занимался с детства лёгкой атлетикой, играл там за сборную, ну, по лёгкой атлетике всегда участвовал за школу, бегал. И эстафеты 9 мая, вот, занимался волейболом, баскетболом профессионально. В дальнейшем занимался в детстве также беговыми лыжами, а в дальнейшем встал на горные лыжи, пробовал теннис, пробовал дзюдо, бокс. Вот, всё, что как бы по молодости, это было испытано, и, я скажу, ну, оно приносило мне определённое воспитание, там, духа, характера, всё вместе. Недавно к нам приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и отметил, что у нас очень красивый край. Ну, всё-таки не коренной, а меч. Пока какие изюминки нашего края вы выделили для себя? Безусловно, приехав в Омск, я сразу, я вам рассказываю, ты из жизни. Звоню своей супруге и говорю, Татьяна, слушай, вот ты всегда хотела солнца, тебе повезло. Мы приехали в город с солнцем. Во-вторых, для меня, как для сухопутного жителя, наличие рек в городе, это совершенно, ну, что-то такое феерическое, это своя энергетика. То есть, вот, та стрелка, Омск, Иртыш, она даёт определённую энергетику, определённую силу. Вот эти вещи ключевые, если говорить о городе, который президент Владимир Владимирович Путин назвал самым красивым городом Сибири. Спасибо. Я хотел бы ещё пожелать, наверное, одного, как я уже сказал. Да, нужно трудиться, нужно учиться. Но я вам всем хочу пожелать здоровья, веры в себя, веры в нашу Омскую область, ну и солнца над головой, солнца в вашем доме. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ